Библейский портал экзегет.ру представляет 13 глава послания к римлянам, о которой мы сейчас с вами прочитаем в рамках библейского проекта «Экзегет», очень хорошо всем известна, обычно потому что она говорит об отношении к власти. Ну а какой же вопрос разделяет так людей, или привлекает так людей, или отталкивает так людей, как вопрос о власти? Хорошая у нас власть, плохая у нас власть. Хочу ли я быть властью, и как мне ей стать? Или как мне отделаться от нынешней власти, не нравится она мне чего-то? Вечные вопросы людей. У христиан, прежде чем мы начнем читать, собственно, текст, давайте вспомним, в середине первого века нашей эры, когда писался этот текст, послание к римлянам, были очень серьезные причины не любить римскую власть. Она занималась гонениями, и не просто кого-то там лишала работы, но казнила после пыток, иногда очень жестоко. И, конечно же, легко было сказать, нет, ну, эта власть никуда нам не годится, она совершенно не наша, к нам отношения не имеет, давайте устроим революцию. Или легко было сказать, ну, ладно, что поделать, такая громада, римская империя, мы не можем победить ее силой. Ну, остается только терпеть, вот тупо терпеть. А там Бог когда-нибудь нас наградит за это, может быть, там в раю. Павел не делает ни того, ни другого. Павел всегда старается разобраться со смыслом. Наверное, почему и вошли именно его послания в таком огромном количестве в Новый Завет, хотя и другие были апостолы, да, но он именно что разбирается, он именно что дает какой-то анализ, прежде чем дает практические наставления, и все связывает именно с христианской верой. Не просто, вот как мне кажется, как я считаю более правильным, нужным, но как вытекает из самой сути христианского благовестия. Итак, 13 глава. «Всякая душа доподчиняется существующим властям. Не бывает власти, кроме как от Бога». Обычно на этом заканчивают цитировать, а некоторые еще говорят, что якобы там сказано по церковно-славянски написано, «не есть власть, а еще не от Бога», что если власть не от Бога, то она не власть. Это неверное понимание, по-гречески там стоит такая отрицательная конструкция, которая именно подразумевает «не бывает, кроме как от Бога». Ну и что же, Павел абсолютно лоялен Римской империи. Чуть-чуть дальше пройдем, потом поговорим. «Существующие власти Богом установлены, и кто противится власти, тот против установленного Богом порядка, а таковые навлекают на себя осуждение». А вот теперь о слове «власть». Здесь сказано «эксусия». «Эксусия» – греческое слово, которое обозначает, скорее, возможность что-либо делать. Так Христос говорит Пилату, «у тебя не было бы власти казнить или отпустить меня, если бы не было дано тебе свыше». Естественно, Христос не оценивает деятельность Пилата, как римского наместника Иудеи, не приносит ему клятву верности, присягу, не одобряет его, но и не ругает. Он обращает внимание Пилата на то обстоятельство, что вообще способность что бы то ни было делать, моя способность читать в данном случае вот этот текст, и вам о нем рассказывают, ваша способность его видеть. Ну и точно так же у Пилата способность вынести решение по судебному делу, или у римского императора способность там издать какой-то эдикт. Все это дано человеку Богом. И если мы оказываемся в ситуации, когда некие люди над нами властны, эта власть дана им Богом. Это не случайно. И Павел ничего здесь не говорит о том, хороша ли римская империя, плоха ли она. Не устанавливает какие-то критерии оценки. Вот если власть такая, она соблюдает там конституцию, мы ей подчиняемся. То есть, если она там идет на злоупотребление, мы ей не подчиняемся, она не от Бога. Да откуда мы знаем? Кто будет говорить, я точно знаю, это власть от Бога, а эта власть не от Бога? Ну, надо быть Богом, чтобы это сказать. Какие критерии он никаких не дает? Он говорит, вот вся эта система полномочий, она входит в божественный замысел о мире. Это не случайно, что такой-то император, Нерон, например, кровавый диктатор, который убил множество христиан, о котором вообще никто хорошо не думал, никто и никогда. Ну, с тех пор, как он стал императором. Безумец и очень жестокий деспот. Но почему-то Господь распорядился так, что он стал императором в Риме. Навуходоносор, который разрушил Иерусалим, он был властью, он захватил этот город. Но это не значит, что он хорош, это значит, что какую-то роль в божественном замысле играет и он. И поэтому пытаться бороться революционным путем, путем мятежа не для христианина. Христианин принимает реальность такой, какой она есть. Он себя пытается изменить, преобразуетесь внутри, говорил Павел в прошедшем 12 главе, а за власть не боритесь. И дальше он описывает идеальную ситуацию. Это нередко бывает, когда описывается идеальная ситуация. Может быть, реальность Павла, реальность Римской империи была не совсем такой. Но важно же понять, в чем идеал, чего мы хотим, для того, чтобы оценить все остальное. Начальники страшны тем, кто творит недобрые, а дурные дела. Хочешь не страшиться власти, твори добро и получишь от нее похвалу. Ведь она служитель Бога, тебе на благо. А если творишь зло, бойся. Не зря она, как служитель Бога, носит меч и карает те, кто творит зло. Так что ей необходимо подчиняться, не только из-за страха кары, но и по совести. А вот здесь уже имеется в виду действительно власть, как некая структура. Ну, не то, что личные носители, но те, кто занимают определенные должности. И он излагает принцип стопроцентной лояльности. Христиане лояльны власти. Но и только. Они не одобряют ее, они не оценивают ее. Твори добро и надейся на то, что все с тобой будет хорошо. Все, что можно предложить, особенно в ситуации гонения. Потому и вы подать и платите, что те, кто этим заняты, содействуют Богу. Так что кому причитается налог, отдавайте налог. Кому подать, подать. Кому пошлина, пошлину. Кого положено, страшитесь. И кого положено, чтите. Просто принимайте конструкцию общественного устройства такой, какая она есть. И может быть, Павел не случайно пишет об этом в послании именно к римлянам. Рим столица и весьма вероятно его послание дойдет до императорского двора рано или поздно. И он дает некоторую декларацию. Он говорит, мы не против императорской власти. Мы не мятежники. Считайте нас скорее своими союзниками. Но дальше он поясняет, что для христианином лояльность это еще не все. Никто да не будет ни у кого в долгу, кроме долга взаимной любви. Ведь кто любит, тот исполнил и основной закон. Как интересно. Любовь исключает понятие долга. Обратите внимание, когда люди любят друг друга, они не говорят, ты должен. Они договариваются иначе. Я хочу, я прошу тебя. Но когда возникает ощущение долга, то и любовь, наверное, проходит. Кто любит, тот исполнил и остальной закон. Вот все эти требования, предписания, они вторичны. Первичны заповеди о любви. Дальше он это поясняет. Заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не воруй, не возглавай чужого. Еще какая не есть заповедь, они все заключаются в словах. Возлюби ближнего, как самого себя. Любовь не творит зла ближнему, полнота закона в любви. А при чем же здесь власть? А при том, что власть – это некая данность, но христианская община живет не юридическими понятиями Римской империи. Она не против существующей власти, но она не ограничивается своей лояльностью, своим принятием того факта, что эта власть существует и она вполне законна. Она идет гораздо дальше. И вот это текст о том, как идти дальше, чего хотеть больше, а вовсе не о том, как подчиняться или не подчиняться власти. Так и поступайте, понимая, какое нынче время. Настала нам пора пробудиться и спасение ближе к нам, чем когда мы уверовали. То есть, вот эта нынешняя структура – это все не очень надолго. Мы идем к Царству Небесному, где свои законы, законы любви. А тут есть какие-то другие законы, давайте их исполнять, чтобы от нас отстали. Не будем тратить свои силы и время на то, чтобы переделать этот мир, лежащий возле. Примем его таким, какой он есть, постараемся в нем творить добро. Но пойдем туда, где мы действительно обретаем свою родину, где власть Божья, а не человеческая. Ночь проходит, близится день, отбросим же дела тьмы, облачимся в оружие света. При дневном свете будем вступать прямо, без попоек и перушек, без распутства и обжорства, без вражды и зависти. Облекитесь во Христа Иисуса и не потакайте плоти с ее похотями. Другой вариант перевода – и заботу о теле не превращайте в похоти. Ну, смысл, в общем, примерно один и тот же, что человек склонен, поскольку он обладает телом, этот тел нуждается в еде, в отдыхе, в развлечениях тоже, наверное. Он склонен вот этому всему предаваться до бесконечности. Заботиться о теле надо, но не делать так, чтобы это становилось смыслом жизни. Не делать так, чтобы только эта забота в вас и жила. И это, собственно, вывод не посторонний по отношению к вопросу о том, как относиться к римскому государству, не этого государства главным образом граждане. Вы просто живете в нем, имеете какие-то обязательства, исполняете их, но думаете об обязательствах не по закону, а по любви, потому что именно это то, чего ждет от вас Бог. Субтитры создавал DimaTorzok